И сегодня у стен Кабмина митинговали сотрудники транспортных компаний. Они требовали отправить в отставку министра инфраструктуры Владимира Амеляна. Чем недовольны и обоснованы ли их претензии, разбирались наши корреспонденты. Колонны маршруток и сотни митингующих. Рабочий день в Кабмине начался с протестов транспортников против главы Миниинфраструктуры. Мы недовольны твоей работой. Уходи с этого постали и начинай работать правильно для людей. Мы сегодня пришли вымогать от уряда, от сторонников, от обязанностей министра инфраструктуры Амеляна Владимировича, который не выполняет низких доручений. В первую очередь митингующие недовольны проектом министра, так называемым гиперлупом. Это скоростной общественный транспорт. Говорят, от таких планов страдают обычные перевозчики. И презентовали свой вариант под названием Омелуп. Есть очень большая загроза захода сюда, транснациональных международных компаний, которые будут монополистами. Ситуация改善ется тем, что он заявил, чтобы перевозчики Украины сдавали свои автобусы на металл. И на этом их бизнес заканчивается. Но заканчивается бизнес далеко не у всех. Журналисты издания «Комментарии» заявляют о причастности министерства к махинациям на миллионы гривен. К примеру, компания «ТИС», которую в мини-инфраструктуре усиленно лоббирует, получила право на 50% торговых сборов в порту Южный. Убыток государства из-за подобных махинаций более 10 миллионов долларов. Этим случаем еще в 2015-м заинтересовались в СБУ и открыли уголовное дело против руководства «ТИСа». Сотрудники украинских спецслужб подозревают компанию в лоббировании российского бизнеса в Украине. Подобных любимчиков у министерства инфраструктуры несколько. Журналисты комментариев также заявляют о лоббировании интересов еще одной компании с российским следом – «АТ-Механика», которую связывают с сыном президента-беглеца Александром Януковичем. Фирма участвует во многомиллионных тендерах у «Крызалезницы», а также выиграла крупные тендеры более чем на 4 миллиона гривен на поставку шпал для киевпостранца. Пока правоохранительные органы продолжают следствие, под Кабмином активисты провели свой. Театрализованный антикоррупционный суд над министром Умеляном. А ближе к вечеру в знак протеста перекрыли движение на Грушевского. Полиция попыталась их оттеснить, но без потасовок не обошлось. Ловцы, не судите, ну успокойтесь. Итог семь задержанных активистов отправили в территориальное управление полиции. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности – телеканал «Интер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова